Буквы разы писать, под кемпершем стеблять, Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Не старшим нажать, малышей не обижать, Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Первые первоклашки частной школы Сократ сказали азбуке «Пока». На празднике, который так и называется «Прощание с азбукой», собрались ученики, их родители и педагоги. Пели песни, читали стихи и отгадывали загадки. Какое лакомство предпочитал Карлос? Варенье! Молодцы! Хорошо! Так, молодцы! Каждый первоклассник получил в подарок печенье в виде первой буквы его имени, символизирующее приятное послевкусие от изучения алфавита и начала пути в мир грамоты. Это наши первоклассники, которые пришли к нам в прошлом году. Мы открыли частную школу Сократ. Классы маленькие, стандартный класс это 6-8 человек. У наших первых первоклассников класс всего 6 человек. Это комфортное условие для обучения. Когда в классе малое количество детей, уделяется практически внимание каждому ученику. И, соответственно, мы гарантируем результат обучения. Иностранные языки у нас остались. Они остались у нас в частной школе. И как дополнительные иностранные языки, как школа иностранных языков Сократ, она будет работать при частной школе Сократ. И плюс дополнительные кружки. В одном месте вы можете найти, в принципе, все, что желает и есть желание у вашего ребенка. Все знают, что начальная школа — это фундамент. И от этого фундамента очень многое зависит. Поэтому учеба не из-под палки. Это, конечно, та история, куда нам бы хотелось вкладываться. И то, ради чего, собственно говоря, мы выбирали школу так долго и искали разные подходы. Что любит читать ваша дочь? Настольная книга — это мамина сказка. Младшая дочка там даже знает наизусть отрывок. Поэтому, конечно, это всегда очень приятно, когда ребенок это читает. Но и также какие-то народные сказки, которые мы читаем, очень интересны. Доступная форма обучения и индивидуальный подход — заслуга преподавательского состава школы Сократ. Е похожа на расческу. Сделать может всем прическу. Учим букву Е, вот и выучили все. Замечательно. А ты уже умела читать, когда пошла в первый класс, или тебя здесь научили? Здесь научили. Легко было или трудно? Немножко трудно. Так, а тебе нравится вообще учиться в этой школе? Да. А почему? Что тебе нравится? Потому что тут хорошие учителя и директора, и хорошо учат. Мне больше всего нравится учитель хореографии Оксана Алексеевна, потому что она добрая. Мне очень нравится учитель Дарья Александровна, классный руководитель. И еще мне нравится учитель по хореографии. Марина Владимировна, наш основной учитель. Мы, например, в Роке иногда смеемся. С ней очень смешно и интересно. Что бы ты пожелала первоклассникам, которые уже освоили азбуку и приступают уже к такому полноценному чтению книг? Ну, чтобы они продолжали в таком же духе учиться и получали пятерки. В частной школе «Сократ» не только учат грамоте, но и стараются привить детям любовь к чтению. Мы проводили конкурсы для того, чтобы ребенку захотелось читать и показать свои знания и талант. А вот именно когда ребенок конкурирует с другим ребенком, ему хочется как раз, конечно же, большего. Если что-то он не знает, он хочет почитать и показать, доказать то, что он был первым. Ну, это соревновательный процесс. Мы их приучаем к соревновательному процессу. Даже в школе у нас такие полочки с книжками, где можно пойти на перемене и почитать. Мне кажется, что чтение развивает словарный запас. И чем больше ты читаешь, тем у тебя он богаче. 9 апреля в частной школе «Сократ» пройдет первый день открытых дверей. У нас уже идет запись для детей от начальной школы и средней школы. С первой по четвертой и с пятой по девятой класса мы набираем детей в следующий год. То есть это первый день открытых дверей для родителей. Если хотите, пожалуйста, добро пожаловать.